Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Счастливый Садовод. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную, нужную, актуальную тему о компаньонах для роз. Но прежде чем мы перейдем к главному разговору, позвольте вас пригласить подписаться на мой телеграм-канал. Телеграм-канал объединяет наших с вами единомышленников. Мы говорим на разные темы, мы знакомимся с новыми сортами роз, мы обсуждаем достоинства и недостатки каждого сорта. Мы помогаем друг другу опознать безымяшек в наших садах. И каждый день говорим на разные темы, начиная от биопрепаратов для роз, заканчивая темой «больше не посажу». Поэтому присоединяйтесь, там нам с вами легче будет общаться, легче отвечать на вопросы друг друга. В любой момент можно прикрепить фотографию для того, чтобы спросить, что это такое. В общем, жду вас на канале Телеграм. Ссылку на телеграм-канал вы увидите в описании под видео. Друзья, каждый розовод, создавая свой сад, старается сделать максимально возможное для того, чтобы сад был красивым, эталонным, каким-то неповторимым. Правильно ведь? Хочется сделать сад более гармоничным и, знаете, таким вот уютным, что ли, пейзажным. Отличным решением могут стать растения, которые будут расти рядом с розой. Они не конкурируют за лидерство. Подчеркивают красоту, изящность и великолепие роз. И помогают нам решить некоторые проблемные моменты, когда роза не совсем вписывается в розари. Или вы видите, что вот чего-то не хватает нам на помощь. Всегда придут компаньоны. Сегодня я покажу компаньонов роз в моем саду. Покажу, как они выигрышно подчеркивают красоту роз. Расскажу об особенностях посадки и особенностях выращивания свиты для роз. И полная гармония у розы с лавандой. Лаванда прекрасно сочетается с любым цветом розы. Она проста в агротехнике. Все знают, что она широко используется в кулинарии и в медицине. Но имейте в виду, если при выращивании роз вы применяете химию, тогда использовать лаванду в кулинарных целях нельзя. Такая лаванда будет просто свитой для королевы сада. Ну посмотрите, как она прекрасно смотрится в компании с розой. В данном случае я демонстрирую вам сорт розы Стефани Баронин Цугутенберг. Это одна из лучших роз моего сада. Высота она достигает где-то сантиметров 70, но при таких небольших габаритах, вы посмотрите, ее цветок около 10 сантиметров. Правда, аромата практически нет, но она достаточно выносливая роза и здоровье у нее хорошее. И цветочек свой она держит ну легко неделю. Великолепный вариант для патиозоны, либо для обрамления дорожки вместе с лавандой. Друзья, если вы решите посадить рядом с розой лаванду, то есть небольшие такие нюансы выращивания лаванды в компании с розой. Прежде всего, лаванда должна расти от розы на расстоянии где-то около 40 сантиметров. Это первый важный момент. А второй важный момент. Розе ведь нужно много воды. А лаванда от такого количества воды просто погибнет. В моем саду роза поливается капельным поливом, а лаванду в саду я уже поливаю сама раз в неделю, если очень сушит. Либо не поливаю вообще, если раз в неделю или чуть чаще идут дожди. Вот это очень важный момент. Друзья, в вашем саду роза будет расти 30, а то и 40 лет. А вот лаванду придется обновлять каждые 6, максимум 10 лет. К счастью, сделать это очень просто. Сейчас вы видите отсылку на видео, где я рассказываю, как черенковать лаванду. Поэтому просто побеспокойтесь где-то за год или за два до того момента, когда лаванда станет практически лысой и не очень привлекательной. Начеренкуйте себе новых хустиков. Либо многие рассказывают, что она сама у них насевается без проблем. Самое главное, что в саду с розой она смотрится прекрасно. Подсаживайте, высаживайте. Второй замечательный компаньон для розы это лилия. Друзья, серьезно, я понимаю, что сейчас многие засомневались. И правильно, не каждая лилия может стать компаньоном для роз. Ведь лилия легко может перетянуть внимание на себя и будет конкурировать с розой за внимание. Но если выбрать лилию с мелким цветком, получается просто превосходно. Сейчас перед вами лилия сорта Эллади и роза Пастелла. Вы посмотрите, насколько интересно они смотрятся вместе. Кроме того, лилия Эллади это, понимаете, лилия, которая размножается просто в геометрической какой-то прогрессии. Ею можно за два года засадить весь сад. И она хорошо смотрится и с розами в нежно-розовом оттенке, и в темно-розовом оттенке. Она хорошо смотрится с таким, знаете, немножко сфуксиевым отцветом. Мне кажется, универсальный сорт лилии, при этом она не перетягивает на себя внимание. В моем саду очень много растет лилий от гибридов, ло-гибридов, там ла-гибридов. Вот такие высокие, с крупным цветком. Вы понимаете, когда зацветают вот эти все лилии, это какой-то просто феерия цвета в саду. Но в этот момент королевой сада становится лилия. Она отвлекает внимание от розы, и из-за того, что и цветов как-то больше на лилии, и сам цветок крупнее, чем у розы. Она перебивает абсолютно впечатление о розе. Вот такую лилию не посоветуешь в компанию к розе. А вот Элоди и похожие на нее такие лилечки, которые сразу, наверное, и не выберешь для своего сада. Но в компании с розой смотрится просто великолепно. Поэтому, когда вы встречаете комментарии относительно того, что ай-яй-яй, лилию ни в коем случае к розе. Да, но нет. Теперь вы знаете сорт, который хорошо подходит. И не обязательно этот сорт, подобным этого сорта, сортов лилии, есть много. Просто посмотрите, поинтересуйтесь, раз уж мне она попала пересортом, вот эта лилия Элоди. Я ее приспособила таким образом и с удовольствием своим вариантом делюсь с вами. И вот лилия растет, вы видите на видео, в компании с розой пастелла. Я уже как-то говорила о розе пастелла как об одной из самых выносливых и самых надежных роз в саду. Называю ее королевой осени. Со мной согласны многие розоводы, что это так. И она еще очень пластичная роза. Она может быть и один метр в высоту, может быть и полтора метра в высоту. Как вы уж будете ее стричь, формировать. И в ширину она очень быстро разрастается. У меня вот в этом варианте, где вы сейчас видите, пастелла растет рядом с виноградом. Поэтому я ее выше там 70-80 сантиметров не выращиваю. А в других местах она у меня и метр двадцать, и метр пятьдесят может вырасти. И вообще я видела, что пастелла может быть как такая мини-плетистая роза. Отличный вариант для беспроблемного сада. Кроме всего сказанного о пастели, я хочу добавить, что и свой цветок она держит 10 дней просто легко. А то и 2 и 3 недели, и все зависит от того, как вы переносите зеленые оттенки при отцвете цветка. Я так немножко нервничаю, то я удаляю зеленый цветок. А знаю, что очень многим нравится вот как раз такие пастелла в период своего отцветания за счет вот этого вот необычного оттенка зеленцы в ее цветках. Ну, еще один плюс розы, что она такая вариативная в своей окраске. Я этот сорт люблю. Когда меня спрашивают, какой сорт надежный посоветуйте, советую пастеллу. Ну, и в конкретном варианте пастелла прекрасно смотрится с лилией. Но, друзья, при подсадке лилии к розе есть несколько важных моментов. Первый это полив. Лилии, особенно после перецветания, им не нужно столько воды, как розе. Поэтому с поливом нужно быть очень осторожным и сгниет ваша лилия, если вы будете под нее выливать столько же воды, сколько под розу. И еще один момент важный. При подсадке лилии к розе имейте в виду, что вот, например, конкретный сорт Элоди вы будете пересаживать раз в два года. Это точно. Она очень быстро разрастается. И если близко очень к розе ее подсадить, то очень сложно будет подлезть к самой лилии ее подкопать, чтобы не повредить розу. Поэтому делайте расстояние, когда подсаживаете лилии к розе, где-то сантиметров 40-50. Кроме того, так легче будет обеспечить более скромный полив, чем тот полив, который вы обеспечиваете розе. А сейчас перед вами один из моих самых любимых компаньонов для роз. Это манжетка. А роза сорта пастела. Мы о ней уже с вами поговорили. И еще одна роза в манжетке. Вы видите красного цвета. Это роза Хартс. Великолепная красная роза. И цвет шикарный. Вот у меня часто спрашивают, какие розы держат долго свой цветок. Я называю Ланклюз. И одной из первых называю розу Хартс. Она держит свой цветок, наверное, недели три, а то и четыре. И цветок у нее в диаметре 10-12 сантиметров. Высота она достигает метров. Ширину сантиметров 60. И пусть аромата нет, но это какой-то цветок такой, понимаете, он просто неубиваемый. Он не боится дождя. Он не выгорает на солнце. Он не горит на солнце. Вот если нужна кому-то прекрасная красная роза Хартс. Отличный вариант. И посмотрите. Независимо от цвета розы. В первом варианте это пастела. Во втором варианте это роза Хартс. Насколько красиво они сочетаются с манжеткой. И самое приятное. Манжетка ну совершенно неприхотливое растение. Она и засуху переносит прекрасно. И не требует там какого-то особенного ухода. И вы понимаете? Я не могу вспомнить вообще поливаю или я дополнительно манжетку. Или она вот живет за счет того, что достается ей от дождя. Потому что розы капельный полив и манжетки я уже внимания не уделяю. Но я в этом году еще хочу больше манжетки и подсадить ее к розам Остина. Мне кажется это будет просто идеальная компания. Манжетка и розы Остина просто созданы друг для друга. А сейчас хочу вам показать совершенно неожиданный компаньон для роз. Это сибирский ирис. Именно сибирский ирис. У него такой более мелкий цветок. Обычные ирисы не подойдут. Я имею ввиду германский ирис, бородатый ирис. Они будут конкурировать с розами. А сибирский нет. И вот вы сейчас видите сразу две розы в компании с сибирским ирисом белого цвета. Сам сорт ириса я не знаю. Но друзья, мне кажется это абсолютно не важно. Просто сибирский ирис белого цвета. Он даст вот вам такой эффект. А вот розы, которые рядом с ним растут. Белая это Фриденслихт. А такая белая с ободком красным это Юбилей принца Монако. Фриденслихт отличный сорт. В высоту достигает 150 сантиметров. Ширина около метра. Диаметра его цветка до 10 сантиметров где-то. Имеет аромат, но очень легкий аромат. И свой цветок роза Фриденслихт держит где-то около недели. Здоровая роза. Красивый цветок. Но сразу же хочу вам сказать. Ей понадобится или очень основательная подвязка. Или хороший кустодержатель. У нее побеги такие чуть аркообразные. Она очень романтично клонится, так знаете, вот в розарии. Я бы сказала, наверное, что она прекрасно будет смотреться где-то на арке, на перголе. В общем, розарии ее так вот могут прибить другие розы. Из-за того, что ее побеги тонковатые. И крупные вот эти цветы немножко клонятся. Но это выглядит красиво, романтично. Вы сами сейчас видите, что эффектная роза Фриденслихт. А юбилей принца Монако совершенно не нуждается в каких-то вот дополнительных моих комментариях. Эту розу знают все. Знают, что это очень надежная роза, выносливая роза, красивая роза. Высоту она достигает 120 сантиметров. Формирует очень такой округлый гармоничный куст. В отличие от других роз, очень быстро наращивает вегетативную массу куста. Цветет очень обильно. Свой цветок держит где-то около двух недель. Диаметр цветка у нее где-то 12-14 сантиметров. И вот в компании с белым сибирским ирисом и розой Фриденслихт они смотрятся просто великолепно. И все розы, которые вот здесь собраны вместе с сибирским ирисом, не требуют какого-то дополнительного ухода. Кроме того, сибирский ирис прекрасно выдерживает наши вот эти вот поливы. Под розы такие, я бы сказала, экстремальные для других каких-то многолетних культур. То как раз таки ирис при обильном поливе становится только краше. Я не знаю уже сколько раз я этот белый ирис делила, а он прет, растет, просто неудержимо в этом месте. Кроме того, его так вот поддушивают со сторон, вы видите, туи. А, ему все нипочем. И тень там уже, и лилии где-то там в нем растут. Нет, вот сибирский ирис, мне кажется, совершенно идеальное растение для неприхотливых садов. Сейчас еще один вариант розой шалфей. Прекрасный вариант соседства. Везде, где растет шалфей, это место является точкой притяжения. Обратите внимание, как великолепно смотрится шалфей с розой сорта розенфе. Сама розка-то такая невысокая, около 70 сантиметров. Идеально подходит для оформления патиозоны. В саду она не создает никаких проблем. Красивый цветок с красивым ароматом. В красивом цвете идеально смотрится с этим оттенком шалфея. Вы же знаете, что шалфеи бывают и розовые, синие, фиолетовые, голубые, белые. Мне удалось подобрать в какой-то такой гамме шалфей, который с розой розенфе просто заиграл яркими красками. И самое главное, шалфей совершенно беспроблемное растение. Он очень быстро разрастается, не требует какого-то специфического ухода. А для роз подходит просто идеально. Отличный вариант для компании с розами это физостегия. Она бывает в различных цветовых оттенках. Я знаю, что есть даже в голубом, по-моему. Я встречала в розовом. В моем саду растет только в белом. Но в розовом вот хочу найти и посадить. Идеальное сочетание физостегии и розы. Вы посмотрите, насколько красиво смотрится с нежно-розовыми оттенками физостегии. С более цикламеново-бордовыми оттенками тоже прекрасно смотрится. Вот сейчас я в первом варианте вам показала розу Spirit of Freedom. А во втором варианте это роза Shone Koblenzerin. И в первом и во втором варианте физостегия объединяет и дополняет как-то вот эти две розы. И они между собой не спорят. И физостегия рядом с ними смотрится прекрасно. И прелесть этого замечательного многолетника в том, что вообще никакого ухода не надо. Вот вы понимаете, у меня она растет в песке. Просто в строительном песке. Вот я так лопатой чуть откопала туда, ее посадила. Все, растет, растет. Никаких проблем не доставляет. Засуху переносит отлично. Поливы вместе с розами замечательно. Нет поливов тоже прекрасно. Это вот как раз тот самый многолетник, который нужно посадить хотя бы для того, чтобы самому определиться. А нужны ли мне вот такие вот компании в саду? Нужны ли мне вообще многолетники в саду? А хватит ли у меня на них времени? Хватит, друзья, если в вашем саду будет расти физостегия. Никаких проблем, только удовольствия. Говоря о компаньонах для роз, как мне сказать, она перстянки. И прелесть на перстянке в том, что она бывает такой обширной цветовой гаммы, что можно чуть ли не идеально создать нюдовое сочетание на перстянке и розы. В моем саду в этом году я посадила разные сорта на перстянке, а до этого роз только в таком розово-цикламеновом цвете у меня куст на перстянке. Но при этом он прекрасно сочетался и с розами в теплой цветовой гамме, и с розами в холодной цветовой гамме. И я поняла, что на перстянку нужно размножать по саду, хотя бы потому, что она не прихотливое растение. Растение, которое растет, ну, мне кажется, буквально на любом грунте. Единственное, что вот такое вот, но она не цветет с первого года, ее нужно подождать. И еще, друзья, на перстянка отлично сама насевается в наших розариях, но вот в чем проблема. Нужно подождать, пока созреют семена. То есть, вы понимаете, вот она цветет, цветет таким колоском, да. И нужно ждать, пока этот колосок засохнет, и в нем созреют семена. Вот эти семенные коробочки лопнут, чтобы рассеялись семена. Потому что, если вы для декоративности розария будете срезать на перстянку, как только вот чуть перецвела она там, то она не будет насеваться, и все. Имейте это в виду. Друзья, сегодня мы с вами поговорили о компаньонах для роз. В комментариях расскажите, пожалуйста, о ваших идеальных компаньонах для роз. На сегодня у меня все. До свидания.